Здравствуйте, друзья! Сейчас мы продолжим немножечко заниматься математикой и уже переходим к бесконечно малым и бесконечно большим величинам. Итак, смотрите, давайте зададимся простым вопросом. А сколько же всего цифр или чисел существует в природе? Ну, на самом деле, кто-то может сказать, что до хрена и больше. На самом деле, это будет совершенно правильный ответ, потому что какое бы число мы не вообразили, самое большое, то если к этому числу прибавить единицу, мы всегда можем прибавить к единице, что следующее, мы можем сразу сказать, что следующее число тоже существует. То есть, действительно, чисел бесконечно много. И Вселенная бесконечно большая мы знаем, поэтому сейчас мы можем посчитать любое бесконечно большое число. Здесь все просто. А теперь у меня возникает вопрос. А если мы возьмем нечто целое, одну часть, и попытаемся разделить вот на это самое-самое большое число? У нас получится, что бесконечно малое какое-то число, потому что если мы начинаем дробить на самые мелкие части, то мы получаем бесконечно малую величину. Не так ли? Здесь тоже все просто. И если мы говорим, что самое большое число не существует, то есть мы всегда можем найти число, которое больше этого, прибавив к нему любое другое число, то, соответственно, и когда мы дробим что-то, то мы всегда можем раздробить еще мельче, то есть бесконечно малое. Ну а теперь, да, еще один момент, смотрите, а сколько же чисел находится на промежутке, например, между нулем и единицей? Тоже бесконечно много, потому что мы берем, возьмем, например, вот число, и вот число соседнее между нулем и единицей. Мы всегда можем разделить эти два числа на какое-то количество частей, и там тоже будут числа. Более того, я могу сказать точно, что, например, между числом, скажем, 1, 2 и 1, 3 находится точно так же бесконечно большое число точек. Вот поэтому люди и говорили, что рациональными числами можно представить любое число, потому что какое бы число мы не вообразили, то между ними всегда можно найти такое же бесконечное количество точек. То есть они очень плотно там сидят. И давайте теперь уже перейдем немножечко к науке и начнем уже вспоминать, ну вообще, кто это все придумал, а придумали это греки прежде всего. И поэтому для математики очень много используется греческих букв, в частности, для разных бесконечно малых единиц, и для разных малых единиц существуют такие понятные, ну вы знаете, что греческий алфавит альфа, бета, гамма, дельта, ну и так далее. И вот для бесконечно малых величин используется, как правило, буква эпсилон или дельта в функциях. Мы постоянно будем это употреблять. Для бесконечности используется символ, вы знаете, бесконечность. Для малых величин мы используем буквы эпсилон и дельта. Да, еще есть символ такой, перевернутая буквочка А, это значит для любого, то есть мы уже в школе это изучали, и буквочка Е, только задом наперед, это существует. Ну и соответственно, если перечеркнуть буквочку Е, то значит не существует. Вот такая символика. Поэтому с точки зрения науки мы можем сказать, что для любого эпсилон существует бесконечное число точек таких, что они находятся в промежутке от нуля до ноль плюс эпсилон. То есть мы берем любое бесконечно малое число эпсилон, и мы можем легко вместить туда бесконечное число точек, просто эпсилон умножить на число меньше единицы. А в отрезке от нуля до единицы, как мы уже выяснили, находится тоже бесконечно большое число чисел. То есть мы уже выяснили, что если мы возьмем самое маленькое число эпсилон, то там все равно будет бесконечное число других чисел, и они будут бесконечно близко приближаться к нулю. То есть бесконечно малая величина, это мы можем к ней приблизиться, но никогда не можем достичь, потому что, ну, то есть можем достичь, можем не достичь, но если мы будем единицу делить на какое-то бесконечное число, то мы никогда не получим ноль, а получим бесконечно малую величину. Вот что я хотел сказать. Это очень, ну, надо понять. С другой стороны, если мы берем любое число и прибавляем к ней, к этому любому числу бесконечно малую величину, то мы постепенно приближаемся к этому числу и никогда не можем его достичь.